Христо, приветствуем. Здравствуйте, Христо. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Я очень обтекаемо рассказал, потому что мне кажется, что лучший автор никто не расскажет. Если можно нашим зрителям коротко объяснить, пожалуйста, что за расследование сегодня выпустило Беллинкет, о ком оно, чем оно так важно и в чем его суть. Ну, может, начнем с того, почему вообще мы это расследование выпустили. Потому что оно, если просто так скользко прочитать, то можно сказать, ну, ничего нового. Но с юридической точки зрения, здесь много нового. Потому что, вы помните Гиркина, Стрелкова, Игоря, который, ну, сам даже объявил, что он был причином. Он дал первый залп, первый выстрел, с которого нашла война в 2014 году. Все это время, за все эти годы, 8 лет, он утверждает, что он это делал по личной воле, добровольцем был, что его не отправляла туда бывшая его контора, что он к этому моменту уже был бывшим полковником ФСБ, и что даже ФСБ как-то к нему относились уже не очень хорошо в 2014 году. Потом 17 июля, ну, за пару дней до 17 июля, он попросил из Москвы, реально из армии, попросил, чтобы был выслан в Донецк под его контролем бук, который он получил 17 июля, и именно этим буком команда из России, кстати, из 53-й бригады, но под его контролем сбила Боинг. Почему? Важно понять, он все это время, тогда, в 2014-2015 году, работал от своего имени или от имени государства, от имени спецслужб, потому что от этого будет зависеть все-таки, как дальше будет идти следствие и дело в Голландии, в Гаге, где уже этой зимой, в ноябре-декабре, ожидается вердикт, приговор по делу Гиркена и еще трех обвиняемых. И вот то, что мы смогли установить и найти, благодаря очень многим перелетам, которые мы анализировали, мы нашли в 2014-м году и в 2015-м году и в 2016-м году, то есть после того, как он должен был уже на пенсии, Гиркен летел под паспортом прикрытия, который выдан именно от серии паспортов ФСБ. Как мы это смогли доказать? Мы доказали это, потому что он совершил такую роковую ошибку, он летел очень часто под этим паспортом, но всегда летел вместе со своей супругой, с новой, нависпеченной супругой Регинской. Они женились, кажется, в декабре 2014-го года, но и до этого, и после этого, вплоть до 2016-го года он постоянно летел на общих бронях. То есть она летела под своим настоящим именем, он летел под именем Сергея Рунов. Это, кстати, фамилия его дедушки по материнской линии. Видимо, он так выбрал себе личность прикрытия. То есть нам, ну сколько, 15-16 перелетов были, в котором какой-то странный мужчина, который, кстати, не существует ни в одной базе в России, путешествует вместе с супругой Гиркина. Ну, то же самое мы, то есть в то же самое время мы замечаем, что туда, где летел этот Сергей Рунов вместо Сергея Рунов появлялся именно Гиркин. Он выступал на разных конференциях, новосознанной тогда в Новороссии, этого движения, которое, видимо, было под эспешным контролем, как сейчас становится понятно. То есть он всегда появляется, не вылетая туда, но туда вылетает какой-то Сергей Рунов. Ну, в общем, было более чем понятно, что Сергей Рунов это и Игорь Гиркин. В этом выданном ФСБ паспортом улетел, значит, невозможно такая ситуация, что он был не государственным представителем, не подконтрольным в ФСБ. Ну, как такая параллельная сюжетная линия, мы смогли доказать именно этим же образом неосторожности супруг и то, что Плотницкий, вот Игорь Плотницкий, который был на какое-то время главой ЛНР, Луганской так называемой Норной Республики, он летел под фальшивой личностью с паспортом на имени Игорь Плотников. Там воображение не было достаточно сильно, так что он выброс из Плотницкого Плотникова. Но вот Игорь Плотников очень часто летел с супругой, которая именно с фамилией Плотницкая. Так что вот Игорь Плотницкий появлялся именно там, куда летел, то есть настоящий Плотницкий появлялся там, где куда летел Плотников. Мы всем этим людям позвонили, были очень интересные звонки. Это Роман Доброхотов имел эту честь и удовольствие звонить. Для меня любимый звонок был, когда он звонил, видимо, супруги Гиркина, и, ну, задал вопрос, Гиркин знает, что вы летели с кем-то странным, с кем-то незнакомым человеком. Ну, они бросили трубку, конечно, она бросила трубку. А сам Гиркин, ну, у него есть такое качество, что он не любит врать напрямую, он пытается быть честным, хотя и преступником, честным преступником. Он не отрекал, не стал отрекаться, он просто сказал, что, как обычно, что все, что вы мне рассказали, ну, я не буду его комментировать. Так что вот, вкратце, такая история. Христа, но там же есть еще очень интересное продолжение, потому что не существует условного стрелкового вакуума или Плотницкого вакууме. Все эти дорожки ведут к другим знакомым героям по вашим расследованиям. Абсолютно это так. Здесь неожиданно для нас даже оказывается, что воображение и инвентарий цифр для паспортов у ФСБ и Гору настолько ограничены, что мы смогли найти других героев наших расследований с паспортами, которые были, отличались только на последнюю цифру от паспортов Горунова, Тирагиркина и от паспортов Плотникова, Плотницкого. Включая, мы нашли несколько участников отравления Алексея Навального из этой группы ФСБ, которую мы писали. И вот люди из этой группы отравителей летели по паспортам, которые отличались буквально на плюс три, плюс четыре номеров паспорта от паспорта Гиркина. Включая человека, который мы видим на экране сейчас, это Алексей Александров, который отличался, кажется, на три цифры всего. Не три цифры, на три. Ну, разницы было там плюс три только от паспорта Рунова Гиркина. Вот, интересно получилось так, что все люди, которые летели именно с такой серии, недалеко от серии Гиркина, Рунова, они были именно из ФСБ. Там была, например, и супруга убийцы, убийцы на велосипеде, как мы его называем. Это Вадим Красников, который сейчас сидит пожизненно в тюрьме в Германии за убийство этого чеченского, грузинского беженца в 19-м году в Германии. Да, Хангашвили. А вот его супруга была засекречена и спрятана вместо всего дочкой в ФСБ. Мы это доказали благодаря звонкам. И потом увидели, что паспорта, которые им выдали, были именно из этой же серии. Так что вот все как-то очень налаживается. Типа у них очень хорошая бухгалтерия, и, видимо, в ФСБ все очень упорядочено. И это нам позволяет раскрывать все больше и больше и доказывать все больше и больше связи. Христо, а если вернуться чуть назад, в 2014 год, когда мы все узнали о существовании Гиркина, когда мы узнали о Плотницком, по-моему, чуть позже он появился как глава самопоразглашенной ЛНР. То есть мы вот сейчас с вашим расследованием подтверждаем все данные о том, что это ФСБшники, что это был рукотворный проект Кремля по захвату территории Донецка и Луганска Украины. А вот сейчас изменил ли Кремль тактику? Ставленники, которых сейчас они делают спикерами, которые они сейчас делают официальными лицами на оккупированных территориях, это также выходцы силовых структур? Или это сотрудники мелкие, какие-то клерки из администрации президента или других ведомств, которых ставят туда для того, чтобы сидеть на подрядах и быть спикерами в СМИ? Мы не видим разницу между тем, что было в 2014 году и сейчас. Видим, конечно, изменения в доверии. То есть часть людей сначала имели доверие у Кремля, потом теряют его и меняются на новых. Но это было еще и в 2014 году. Если помните, то в самом начале реально первое вторжение и первое успехи были именно благодаря ГРУ, а потом началась внутренняя разборка между ФСБ и ГРУ, и ФСБ выиграло доверие Кремля. Через несколько месяцев они получили право контролировать и границу, и оружие, которое переходило, и назначать своих людей в ЛНР, ДНР. Сейчас получается наоборот. То есть в самом начале, до начала войны, пятая служба ФСБ имела полное доверие Путина. Они оказались недостаточно подготовлены, но их информация о том, кто лоялен, кто не лоялен, в Украине оказалась полностью пощипочной. И поэтому сейчас ГРУ вернулась и получила мандат назначать своих людей. Христо, буквально вчера была очередная годовщина трагедии Боинга МХ-17, который был сбит непосредственно Игорем Гиркиным-Стрелковым и его приближенными. Беллингэт очень подробно следил за этой историей, участвовал непосредственно в расследовании, ну, как мог участвовать, и мы знаем, что это была одна из ваших таких больших, очень крупных тем, за которыми вы следили. Можете ли вы сейчас сказать, насколько, например, уже стопроцентно доказана связь Игоря Гиркина-Стрелкова с этой трагедией, вот этот бук, который они получили, потом переговаривались по якобы зашифрованной связи, и в итоге оказалось, что это был очень легкий шифр. Вот что сейчас можно сказать, тем более, насколько я понимаю, уже совсем скоро суд должен вынести свой вердикт. Да, вердикт будет в ноябре, но не позже декабря, то есть, скорее всего, в ноябре будет. Доказан фактаж на 200-300%, можно сказать. Но фактаж, надо здесь принимать все-таки, смотреть факты, как они есть. То есть, доказано то, что Гиркин заказал этот бук, что он приказал его использование, и что он считал все время, что сбивают украинский военный самолет. Доказано, что потом он дал приказ его спрятать и вернуть границу, и делал все возможное, чтобы это огромнейшее преступление скрывать, скрыть, и потом врать об этом. Это то, что доказано. Поэтому по голландскому закону, скорее всего, он получит... Вот фактаж этот, который я описал, он доказан, потому что он основан на тысячу звонках, которые они думали, что зашифрованным языком, изоповским говорят, ну, это было элементарно как-то перевести потом, когда послушаешься эти звонки. Это было доказано его геолокацией, передвижением и всеми этими фотографиями. Там были более чем очевидные звонки. То есть, мы в звонках слушаем Гиркина, как он просит именно завтра, дайте нам этот бук завтра, потому что иначе мы не выдержим. И потом слышно, как он дает инструкции его спрятать. Но это не он же сбил, и поэтому здесь еще намного дольше будет идти следствие, чтобы доказать именно, кто был частью команды 53-й бригады, которые нажали на кнопку, кто им давал приказ слушаться в инструкции Гиркина, потому что это же важнее, чем решение Гиркина. Но там любой сумасшедший, теоретически, хотя вот этот сумасшедший работал под контролем ФСБ, это уже доказано, любой сумасшедший мог бы просто сказать, дайте мне бук, и виновен будет тот, который ему дает бук. Так что здесь по цепочке ответственности до конца будет точно прослечено, кто давал эти инструкции, и поскольку ответственность идет вплоть до, ну там точно до Суркова политическая, а военная точно до Шуйгу, я честно говоря думаю, что мы увидим обвинение и в те стороны. Кристо, я не могу не спросить и зрители, не могут нас так просто отпустить без вопроса. Беллинкет славится, и лично Христо Грозев, тем, что есть какие-то инсайды и много информации о том, что происходит в руководстве страны. Вот сейчас на фоне войны, на 145-й день, на какие настроения в Кремле, какие планы, и много вопросов, и много опасений по поводу аннексии именно уже этой осенью в Запорожской области и полной аннексии Херсонской области, которая удалось в самом начале войны Путину оккупировать. Что известно об их планах, что сейчас там происходит? Ничего конкретно не известно, потому что самому Путину ничего не известно, он не принял еще решения. Есть такие предложения со стороны Ястреб, со стороны более воинственной части элиты, и есть обратное предложение принимать то, что уже получено и отказываться без аннексии. Очень сложно говорить, потому что все источники, с которыми мы общаемся, они дают противоречивые анализы. То есть все основано на анализах, даже на расстоянии одного рукопожатия от Кремля. Поэтому не стоит нам гадать, просто надо смотреть каждую неделю, как развивается ситуация. Спасибо огромное, Христо Грозев, расследователь. Директор Белин Кэт был в эфире. А, кстати, признан нежелательный. Вот что мы забыли. А, Христо Грозев, да, мы забыли. Не было у нас в эфирах с момента. Новость нашей недели. Как в этом статусе? Ну, это, конечно, плохо, потому что цель, чтобы наши расследования как можно меньше распространялись, но мы будем берегать наших слушателей, читателей, зрителей. Будем им передавать как можно тише наше расследование. Будем им рекомендовать не репостить, не ретвитить. Просто технологически мы найдем способ, как все это обойти. Самое важное, чтобы людей не поставлять. Да, сам издат именно, да. Но здесь, на популярной политике, Белин Кэт всегда будет желателем. Вот как я вырулил, да. Спасибо большое. Сейчас мы чаще будем здесь. Спасибо вам. До встречи, Христос. Спасибо вам огромное. Кристо Грозев был у нас в эфире.